Девушки отдыхают 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 Вивчав философию и богословия у Парижа, а потом выкладывал там богословия. На 1936 году життя стал генералом ордена и на этой посаде заслужил имя второго основника францисканца. Он помер в 1274 году, когда проведение собора в Льоне. Он помер в 1274 году, когда проведение собора в Льоне, а потом выкладывал там богословия у Парижа, а потом выкладывал там богословия. Господи, который сидишь праворучу отца в небе, чтобы заступать за люд свой, Господи помилуй. Нехай помилуй нас, всемогутній Бог, и отпустивши нам грехи наши, приведе нас до життя вечно. Амінь. 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 День мою души, виба, Иисус, в смерті. Я сказав у дні мої половині, Відую до права всередині, Озбавлені мої греши. Три мою души, виба, Иисус, в смерті. Я сказав, я не бачу Господа, я не бачу Господа більше, Господа, божеви, крані. Я бачу 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 Господа, божеви, крані. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я правлю службу, кажу, ці руки ничого не брали, приходит одна или другая парфянка, бери кошки, збирайка. Вони працюють, а ми нет. Ну, але про что идти? Идеться про такую вещь, что мы, как бы, звертаемо правило, я думаю, что евреи в этот момент тоже, когда Иисус их напомню, звертаемо правило на литеру, а не смотрим на то, чтобы мы были с нарядом в руках Божих. Чтобы в данной ситуации могли зарадить кому-то. Наприклад, есть такое место в Евангелии, где Иисус запитывает людей, которые ему про это говорят, про эту неделю, про Господний день. Потому что он встилювал в суботу, в шаббат, оздоровливал людей. И выходил священник синагоги и говорит, что есть много других дней, приходите, оздоровливайтесь. Чому вы это делаете в День Господний? Иисус их запитывает, если тебе твоя тварина домашняя, там, вил, например, или осел, или, не знаю, корова, козел, кинь впадает в колодязь, в криницю, если ты его не витягнешь в Господний день? Чи не отрабатываете вы худобу и не поете ее, не готуете? Задает им простые вопросы. И так же, как мы сегодня слышали в этой прочитанной Евангелии, что священники, которые на тот же время услуговывали в синагоге, чисто по-людски, порушивали это право. Я помню сам, особенно, когда был маністрантом и было хрещение в неделю на службе Божьей, Иисус нам сказали приготовить медаль, который Матери Божьей на ниточке для детей, для этих хрестных. Ну, и мы брали нитку, там, зубами обрезали, он принес ножицы, и, власне, Ксен Славислава, наш пробущий латиш, каже по-русски, берите ножицы и порежьте это. И мы говорим, мой, что это же неделя, он говорит, что в костеле можно. И я, помню, пришел домой и рассказывал маме и бабке, что я в неделю ножицами ризал в костеле нитку. Это для меня как-то такое было зверх истотное, якийсь такий шок навіть. Я сам себе не верил, что я мог таке сделать. Но, известно, этот священник нам объяснил, что все, что мы делаем для литургии, это служение. И, помню, на такие встречи министратів, это, как он нам говорит, что, даже если ты идешь из костела в неделю в зиму и видишь, что из какой-то хатинки не идет дим, а там живет старенькая бабушка, то иди на рубай патеки и распали ее в неделю хату. Чтобы нам нагрелось. Тобто служение, которое перекручивает правила, которое переступает, как будто закон. Но в Божих очах, в моральной ответственности, это не имеет никакого значения противоречия. Я помню, когда на одной вечере мы сидели тут с Татунем Володимиром Пеньківским, и что-то мы зашли за разговором, и он говорит, вот, смотрите, это славянский говорит, что разница между мной и вам, между шофером, есть такая, что вы на червоне светло стоите, а я на червоне светло еду, потому что я на скорой працюю, на швидкой допомоге. И если бы я на червоне светло зупинився, меня бы штрафовали. А если вы поедете на червоне светло, вас штрафуют. Так мы повинно собираемся поговорили, я до сьогодні памятаю цей вираз, такий розмови, что, на самом деле, есть вещи, которые, когда человек поддерживает законы, она виновата в этом случае. То есть, если бы мы не хотели кому-то помогать, какую-то сумку важную подать в автобус, мы бы сказали, что сегодня неделя мне не можно работать, какой-то старенький дедушка там пьется в автобус, и мы говорим, нет, дедушка, давай, мы тебе похлопаем, только мы не имеем права, потому что у нас неделя. То есть такая крайняя ситуация. Чему я про это говорю? Потому что сегодня, когда мы слушаем это Слово Божие, а еще пригадаем себе первое читание, которое было, что Бог для человека, чтобы поставить человека на первое место, на главное место даже, Он для человека даже изменяет правила природы, не только закон Божий, церковный, релігийный, но так, как мы слышали, что даже годинник на десять ступеней вернулся, сонце вернулось на другую сторону, и для того, чтобы для людей не допомогти. То, если Бог в таком способе действует, то в какой способ мы должны действовать, мы должны действовать. Но, я помню, как в семинаре нам этот текст, наш отец духовный, отец Августин Пеляновский, он сказал, чтобы вы увидели чудеса, чтобы Бог заради вас меняв правила, релігийное, государственное, природное, то вы должны не в сто, а в двести процентах это выполнить. Что вы будете выполнять в сто процентах это, что принадлежит, будет менять эти правила, чтобы вы могли служить. И сегодня, так как мы видим приклад святых, святого бонавентура, которого мы сгадуем, сегодня священник, монах францисканский, епископ, который пошел до монастыря, чтобы служить, был назван другим засновником Бога. Ведомый святый франциск, от которого этот орден повстал, он пошел через свои служения святого бонавентура, через это поддерживание себя в этих правилах, он стал другим засновником, таким восстановителем. И сегодня мы можем сказать, что мы, когда поддерживаемся Божьего закону, дотримуемся недели, молитв, наших релігийных то мы можем сказать, что известный Иисус Христос, Он Он засновник церкви, но эта церква исходит тоже для того, потому что мы правдивая и живая церковь. И сегодня просим Господа про открытность наших сердцев, чтобы мы, выполняющие Божьи правила, могли вирно служить Господу и помогать нашим ближним в спасении. Аминь. Дюймь. Дюймь. Продолжение следует... 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 Моя, которая за вас будет выдана. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.